Выставка летающих лодок. Такое неофициальное название носит гидроавиасалон в Геленджике. Здесь представлены новинки самолетов-амфибисов всего мира. В этом году гидроавиасалон собрал больше 180 компаний. Среди них авиаразработчики из Индии, Китая, Франции и США. Посмотреть на машины, которые могут и летать, и плавать, собираются тысячи человек. Пока мы будем строить Керченский мост, за оставшийся до начала нового туристического сезона в Крыму время, мы должны будем сделать максимум усилий с тем, чтобы обеспечить эту паромную переправу, обеспечить производство необходимой морской техники, судов, для того, чтобы все те потоки туристов, которые восторженно восприняли решение о воссоединении Крыма с Россией, чтобы они смогли попасть в Крым. Море должно быть обеспечено необходимыми коммуникациями. Потенциал для развития огромный. По словам экспертов, Россия один из лидеров в области гидроавиации. Экспонаты, представленные на выставке в Геленджике, уникальны. Некоторых технологий нет нигде в мире. В условиях санкций, направленных против России, наша страна должна перейти на импортозамещение в промышленных отраслях. Максимальный упор на развитие отечественного машиностроения, в частности, авиапроизводства. Салон в Геленджикской бухте в будущем может стать одной из главных площадок в стране для гидроавиапроизводителей. Следующий гидроавиасалон, мы дополним его, скорее всего, еще в бизнес-авиации. Сейчас у нас как раз практически параллельно эти две выставки проходят. Мы считаем, что это будет просто дополнительно, функционально и практически максимально выгодно всем и тем, кто демонстрирует технику. Такие выставки особенно актуальны для Краснодарского края, морского региона, отметил губернатор Александр Ткачев. Здесь представлены не только реальные образцы, но и научные разработки российских конструкторских бюро, которые в будущем могут быть полезны как для простых людей, так и для крупного бизнеса на Кубани. Очень здорово то, что салон проходит во время достаточно такого туристического высокого сезона. Здесь много, я смотрю, много и семей, и с детьми. Приходят для того, чтобы посмотреть и технику, естественно, посмотреть наших моряков, наших пилотов и, конечно, гордиться своей страной. Краснодарский край – это практически все побережье Черного моря, Азовского моря, Теплого моря, куда приезжает огромное количество туристов, наших сограждан. И, безусловно, развитие морской инфраструктуры, развитие судоходства, развитие круизных лайнеров, это речное пароходство, это рыбный промысел, который последние годы развивается, и поэтому нам нужна техника, нам нужны новые номинационные системы, нам нужны новые технологии, и нам нужно перевозить огромное количество грузов, естественно, пассажиров, наших туристов. Для нас это приоритетная задача. Я думаю, что в рамках, конечно, гидроавиасалона, условно, то, что мы видели сегодня, технику и технологии, они будут востребованы. Кроме достижений отечественной гидроавиации на выставке, и, конечно же, фигуры высшего пилотажа. Группа стрижи зрителей покоряла мертвой петлей и бочкой, а другие небесные асы, соколы России, впервые над Геленджикской бухтой покажут демонстрационный бой на истребителях. Александр Иванченко, Денис Перец, Валерий Пятов, 9 канал, Геленджик.